Музыка Помните, мы все беседовали на тему омоложения, поиск, спутницы и так далее, так далее, так далее. Вот, значит, некое продолжение этого. И из этого Андрей, который желает омолодиться, который желает приобрести какую-то спутницу, которая бы удовлетворяла его запросам, он, значит, хотел там и молодиться и прочее, прочее, прочее. Я ему написал, что вот то-то, то-то, то-то там. Он решил сделать голодание, голодание неправильно, вернее, потом выход и все там такое, и все такое, и так далее. И вместо всего этого он просто получил некоторые осложнения, которых до голодания у него не было. И вот он, значит, пишет, что этого тема интересует. У меня, знаете, вот в течение моей эпопеи оздоровления организма сложились такие вещи, что что-то резкое должно делаться, ну, допустим, какое-то там голодание мощнейшее, там, на 40 дней, тогда, когда грозит какая-то опасность серьезной организма. То есть, вплоть до того, что если вы это профилактически не сделаете, то вы медленно, плавно подойдете к серьезным проблемам со здоровьем, которые уже надо, значит, все забросить и там делать. Так вот, когда я как раз проголодал, и почему я говорю, вот эти 40, эти суток, они спасли мою жизнь. Вот я сейчас живу. Значит, что там было? Помните, я вам рассказывал о онкологии, вот как раз там зелья Тиграна и так далее, что доктор, который онколог, успешно лечит онкологию, он начал с того, что его попросил умирающий от рака больной. Доктор, ну найдите средства в конце концов, вы можете. И он начал искать и пришел к выводу, брал эти опухоли, которые там, естественно, вырезал, помещал в питательную там среду, то есть он все сделал, знаете, как надо по всем этим научным вещам, ну насколько он так объяснил. И эта опухоль, значит, прорастала, или эта ткань прорастала, что у нее появлялось? У нее появлялась плесень. Сначала белая плесень, потом серая плесень, потом черная плесень. Онкология, ну нельзя сказать, что практически любая, но где-то процентов, я так думаю, на 90-95, это есть не что иное, как вот развитие в нашем организме грибков. Ну, ну грибок и плесень это одно и то же. Вот это и вот плесень. Плесень огромное количество видов. И вдобавок плесень это самая первая, где-то одна из самых первых форм жизни на планете Земля, которая до сих пор существует. И практически, и как раз этот доктор Рыбчинский, мы его вроде как звали, исследуя ее на предмет убиения, от всех этих процедур химиотерапии, радиотерапии и прочих, прочих там этих самых, быстрее погибнет организм, чем плесень. Она настолько приспособилась, что она меняет свои вот эти вот все, как бы сказать, видоизменяется. Вот в нормальном состоянии вот такая плесень, в другом виде она делает грибковое тело, в третьем виде она закапсулируется в споры. Вот это лишаи, вот эти все это, вот это, все это, вот те или иные виды вот этой всей этой плесени, всех этих грибков, чтобы вы понимали. Да, и кстати, почему я говорю, что вот это голодание помогло мне, вот сейчас даже перед вами, так сказать, распинаться. Когда я голодал примерно на 37-й, где-то так день, 38-й, может чуть-чуть раньше, 36-й, из мочевого пузыря по мочевому каналу вышло черное, как мазут, вот такая вот черная, как мазут, масса. Масса. То есть, как будто это сгусток, знаете, гудрона. Вот это такого, ну будем говорить, желеобразного, чего-то такого, желеобразного и черного. То есть, голодание большого срока создало предпосылки, которые даже вывели эту ерунду. Сейчас где-то понимаю, что надо бы сейчас поголодать еще, но все это дело, значит, откладываю, откладываю там до более каких-то времен. Вот. Для того, чтобы там разобраться со всем этим делом, значит, окончательно и бесповоротно. Ну, это большие сроки должно быть. То есть, вот как раз большие сроки позволяют создать такие условия, такой душняк в организме, что эти, значит, плесени черные уже, то есть, вызывающие вот этот самый жестокий рак, они начинают отходить. Именно это. А все, то есть, душняк во всем организме голод. Но есть еще одно средство. Сейчас мы о нем поговорим. Вот. А все остальное радиотерапия. Раз направили там такая лучом, а она только разбежалась и в другом месте собралась. Химиотерапия. Ну да, ну, это тоже туда-сюда химиотерапия, как бы сказать, быстрее организм от нее загнется, нежели эта плесень. Вот такие-то дела. Ну, продолжим. Значит, смотрите. Значит, он дальше пишет. Я много успеваю делать оздоровительных процедур, все еще побаливает почки, печень время от времени. Ну вот, это все последствия того, что человек отголодал 19 суток, не сказал мне ничего. Я бы его еще настроил, чтобы это голодать, вот как это самое. Как я настроил Эдуарда на продолжение, что он где-то 27 суток отголодал. То есть, настроил еще, 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 чтобы это. А он только дошел, знаете, о голодании, ну, там, вы можете почитать, все это легко-легко и просто шло. А потом, когда начинаются вот эти вот кризисные явления, когда надо собраться, когда организм накопил энергию и готов вступить в смертельный бой с этой заразой, а вот тут он и задрейфовал. И вышел, и более того, вышел, как начал там переедать, и прочее, прочее, прочее. И все это, естественно, дало нагрузку чрезмерную на печень, на почки, то есть на органы пищеварения и выделения. Это на печень и почки. И все, получил проблемы, все, они побаливают. Ну, вот голодать так, да? Значит, по вашей рекомендации, пью талую воду. Ну, талая вода, ну, хоть самые такие простые вещи, она там, грубо говоря, будет талая вода, важно понимать. Для чего мы ее пьем? Мы ее пьем для того, чтобы растворять все, что там имеется. В печени, в почках, в желчном пузыре, в мочевом пузыре. Вот это все, она хорошо. Так, мне также надо вывести пятна под мышками. Я когда-то давно писал о них, я знаю о них. Они все время растут в площади покрытия. Значит, пятна под мышками. Покрытие скоро станет заметно из-под рукавов короткой майки. Это отталкивает девушек. Ну, девушек, как бы сказать, можете носить не короткую майку, а подлиннее. Ну, это так, грубо говоря. Как бы мне вывести эти пятна с уважением, Андрей? Пятна под мышками. Пятна под мышками. Нашел я эти пятна, я их видел. И самое интересное, далее, вот смотрите, есть, так сказать, закономерно. Почему закономерно нечто возникает под мышками? А потому что там есть влага. А что у нас плесень любит? Плесень любит влагу. То есть там, где имеется влажная среда, там, грубо говоря, поселяется вот эта вот зараза. И начинает працуватый. То есть жить себе припевающе. И наплевать на наш организм, что там, что там и как там. И вот, когда как раз Андрей голодал, так, кстати, можно посмотреть на его язык. Язык его, вот, покрыт таким своеобразным там налетом, не совсем хорошим. Но, возможно, это он там голодал. То есть не совсем тот язык, который бы, казалось, внушал, внушал там здоровье и так далее. И, в частности, когда он начал голодать, он вот прислал такие фото. Вот, вот это вот водоросль, видите, она черного цвета. Водоросль. Что это такое? Да это колония грибков, колония этой плесени. Вот она еще одна. Смотрите, какая. И вот эта вот зараза, которая имеется у нас у кишечники, естественно, расселяясь по всему организму, она начинает, это мое мнение, оно может быть на самом деле не так, но я высказываю вам свое мнение. Она начинает, грубо говоря, и уже развиваться в виде какого-то не нароста, а какого-то вот такого видоизменения пигментного, которое разрастается на коже, где это ей удобно. То есть, то есть, из этого мы с вами делаем вывод, что и вот это все показывает, значит, наличие вот этой вот пятна под мышками, наличие вот это вот в кишечнике вот этой вот опухоли, колонии, вернее, плесневой, грибковой, что организм поражен плесенью. И он его захватывает и захватывает. И вот, знаете, не надо делать таких неправильных вещей, как вот сделано с голоданием. То человек поголодал, дошел до тех пределов, где начинается борьба со всей вот этой вот заразой, и благополучно, значит, это самое. Прекратил, и более того, он начал переедать, и получил не просто осложнение, а получил на этой почве еще, знаете, организм, как бы сказать, ослабленный, что эта зараза начала еще быстрее расти. То есть, она может так потихонечку, потихонечку там расти, а может после этого расти, будь здоров. То есть, чтобы вы такого не делали. А что ж в данном случае делать? Что ж в данном случае сделать для того, чтобы избавиться? Вот тут как раз, вот тут как раз, надо вызывать душняк в организме. Значит, один из способов, я так перечислю, это голодание длительное, либо несколько длительных голоданий с последующим там выходом, для того, чтобы вот эта вот вся зараза отошла с кишечника. И, естественно, на коже возникли вот такие вот условия, там, допустим, боли там закислялись, или еще что-то там такое. То есть, у нас коза имеет кислую ПАЖ, и она защищена. Как только защита эта исчезает, а тем более пот это все дело смывает, естественно, там, от моего мнения, образуется, как бы сказать, слабина, и это все это развивается безо всякого яка. Значит, голодание раз. Но это голодание должно быть, знаете, не просто такое, чтобы оно дало, так уж дало. Душняк вызвало. Трудно делать, трудно делать. Согласен. И другое. Вот как раз я начал вот эту всю эту беседу с того, что женщина капала на гланды, больная хроническим танцелитом, керосин, и он вызвал, значит, вот такую вот реакцию. То есть, он, керосинчик, вызывает душняк. Я как раз рассказывал и вспоминаю об одной женщине, которая пришла на передачу «Малахов плюсов», и она рассказала такую историю. Это как раз та история, которая касается дегтя, использования дегтя и, в частности, его разновидностей, дегтярной воды. Найдете, как эту воду делать. Найдете сами, с усами, немножечко покопайтесь. А то вам все тут на тарелочке с голубой каемочкой. Найдете, короче, как делать дегтярную воду. У нее был в детстве лишай. Лишай, разновидность вот этой вот, заразы, этой плесени, грибка и так далее. Полечили. Вроде как, вывели. На самом деле, вот это все это лечение, есть не что иное. Как? В начале, когда начинается там лишай, или еще какая-то ерунда на коже, это говорит о том, что идет, как бы сказать, борьба организма. Вытолкнет организм вот эту вот плесень наружу, либо же дальше она внедрится в организм. Так вот, полечили, вроде как она исчезла. На самом деле, она ушла туда, в организм. Углыбь его, углыбь его. И потихонечку, не спеша, совершенно незаметно, она там прорастает своими вот этими вот белыми этими ниточками, там прорастает, где там что-то и так далее. И вот что-то у нее, как бы сказать, через много лет на ладони что-то, какое-то пятно появилось, которое, которое начало чесаться. Это, это ступроцентный грибок, плесень и так далее, и так далее, и так далее. Заодно следите за выделениями, которые у вас имеются, молочница у женщин, у мужчин под крайней плотью, там сырочки, есть белые или нету, на язычок поглядывайте, есть ли там, или нету там этого беленького. И вот она, она решила пить дегтярную воду. Я уже, то есть я не держу информацию, сколько чего и так далее. Это найдете специально. То есть она сделала дегтярную воду. Я уже там на свою память скажу, но это вы найдите. Грубо говоря, 50-миллиметровый флакон, то есть 50-граммовый, в четверть воды чистой, там, родниковой, ну, питьевой, хорошей. Размешали, поставили, еще размешиваете, там, недельку, все это размешиваете. И вот, и в результате вода прописывается вот этим вот дегтем, она становится на цвет какая-то, знаете, более, более такая прозрачная, более такая, какая-то даже искрится. А вот это все это поднимается наверх, все это ерунда. Ну, вы ее не сливайте, вы еще будете там размешивать. И потом трубочка всовывается, насколько я говорю, так я. И со дна берется вот эта чистая водичка, стаканчик, то есть трубочку. И вот один стаканчик в течение дня. Потом другой стаканчик, потом можно там третий стаканчик. То есть она начала пить эту дегтярную воду. Ну, так она попила, там, ну, насколько мне память подсказывает, там, три дня или неделю она попила. То есть, вот эта дегтярная вода потихонечку, потихонечку, жидкостные среды меняются, у нас же жидкостью меняется в организме. Она потихонечку заменила жидкостные среды. И, естественно, деготь выжигает. То есть, все, что пережжено, оно дает, грубо говоря, сигнал к тому, что все тут будет выжигаться. Особенно это хорошо будет, так сказать, проявляться вот это в микромире. Грибков, бактерий, вирусов и этих самых. Плесень этой. И, естественно, естественно, никто не ожидал, и она, естественно, не ожидала, что получится далее. А далее получилось следующее. Этот лишай, который там размножился, начал текать из организма. Куда он будет текать? Текать, естественно, откуда он вошел? Он вошел через кожу. Он, значит, изнутри поперся на кожные покровы. И вот она как раз сказала, что я где-то месяца три, продолжая пить дихтярную воду, была покрыта вся струбьями. С трубьями, чтоб вы знали, все было покрыто струбьями. Так он лес выходил и так далее, и так далее. И казалось бы, этому не будет ни конца, ни края, но это не аллергия. Это выход вот этой заразы. И примерно вот где-то месяца три это все выбегало, 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 и потом исчезло. И придя на передачу, ну это через, естественно, через несколько лет после вот этой всей эпопеи с дихтярной водой, она сказала, кожа стала, как у младенца. И вот я сам своими глазами ее видел кожу. Она действительно, я таких кож у людей видел разом в три. Одну у Шаталовой, потом у какой-то молодой там тетки, ну, тетка, я так понял, какая-то супер-дупер, и у нее. Поэтому, Андрей, чтобы избавиться от этого, от этого, можете, конечно, грубо говоря, обратиться там к медикам, они там вам посоветуют и так далее, что-то там такое выпишут. Попробуйте у них узнать, так сказать, вот побеседовать, насколько они с вами побеседуют, насколько это эффективно, через сколько дней, а то люди лечат годами этот грибок, грибок они лечат и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, зацепить эту заразу довольно-таки легко. А вывести, еще разок хочу сказать, она настолько плесень приспособлена, грибок приспособлен, он может жить в виде спор у космического пространства, он может жить там, грубо говоря, чуть ли не сотни лет, а если не тысячи лет, у пустыни, где там все, знаете, споры там остались, а потом только раз влажненько осталось, пожалуйста, он тут и проявился. То есть, он может закапсулировать, он может построить грибковое тело, он может вот так вот прорасти, если благоприятно, и неблагоприятно, значит, он может закапсулироваться, и живет себе, и живет себе. Но тем не менее, и тем не менее, это живое образование, и обладает своим собственным разумом, разум у него направлен на одно, выживать, и мощность выживания у него намного выше, нежели у человеческого организма, чтобы мы с вами понимали, с чем мы имеем дело. И вот эта вот дрянь, от нее избавиться крайне трудно, трудно, но можно. При этом надо применить знание, терпение, и, будем говорить, долбить, долбить. Ну, возможно, возможно. Здесь попробовать использовать какие-то натирания, ну, хотя бы упаренной уриной попробовать, а как он на упаренную урину будет реагировать. Ну, для этого надо и упарить. Я вам видео сделал, как это все дело сделать, упарить и так далее. Упаренная урина, она, значит, прошла термическую обработку, она несет уже информацию, плюс количество солей в ней сконцентрировано, и вот эта вся эта живность, ее особо не любит. Чтобы вы знали, то есть местно там протирать, как можно там чаще, и так далее. Ну, попробовать. Допустим, напрашивается вопрос, а нельзя ли там керосином, тадикампом, протирать? А вот смотрите, а керосин-то тадикамп, а он будет ожоги на кожу вызывать. Можно и попробовать. Для этого, допустим, тот же керосин как-то размешать с растительным маслом, чтобы это такая маслянистая жидкость была, которая, с одной стороны, обладала свойствами вот этого выжигания, а с другой стороны, чтобы она не раздражала кожу. Вот такие-то дела. И все это дело применить. Ну, не знаю, может быть, тройчатку, какие-то еще противопаразитарные средства. Но это для дела долго. И важно понимать, чтобы мы вот вызвали душняк. И насколько я понимаю и знаю, что вещи, которые вызывают душняк, так, чтобы как-то они работали с минимальными для организма потерями, это голодание, дегтярная вода, ну и возможно прием этого керосина длительное время. В каких-то небольших дозах. Потому что, смотрите, в любом случае он будет выводиться через почки. Почки орган такой, как бы сказать, водянистый, нежный, а керосин сушит. Чтобы вы не пересушили почечную ткань. Поэтому его используют обычно курсами и не так уж много. это только в случае онкологии там жестокой. И вот она начинает плюют на все это дело, как химиотерапия. Наплевать на организм. Якобы мы убиваем опухоль, вливается человек, волосы в него отпали. Он еле там уходит, то есть полностью в отраве. Вот то, значит, и керосин, я так думаю, даже что будет несколько действовать-то он будет действовать, а вот на весь этот болезнетворный микромир, а на сам организм он не так будет губительно действовать. Ну вот, что я хотел и сказать. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. и всегда оценивайте мои видосики. Если они вам понравились, а тем более приносят пользу, выявляете благотворительность. А если нет, я схалтую, значит, дульку с маком. дульку с маком.